Итак, следующий бой. Да, Юн Джанг будет встречаться с Майком Родригесом. Ну, собственно, что касается корейского спортсмена Джанга, я думаю, этого бойца вполне могли запомнить многие болельщики, в основном из СНГ, конечно, потому что он встречался в своем дебюте в UFC с Хадисом Ибрагимовым. И был он в этом бою андердогом, да, но тем не менее выдержал стартовый напор Хадиса и сам выиграл его гильотины прямо из стойки в третьем раунде. Собственно, один бой в UFC, одна победа досрочная, пока как бы все очень неплохо. Противостоять ему здесь будет Майк Родригес. 10-4 его рекорд, ему 31. Да, он в UFC определенно более опытный боец. Пришел через Дана Уайт Контендер Сериас, где выиграл Джамиля Джонса нокаутом в первом же раунде. Проиграл Дэйвину Кларку, опять же Кларк использовал там свою борьбу, нокаутировал Адама Милстеда в крайней бою, встречался с Джоном Алланом, который также решил использовать свою борьбу. Собственно, ну, как вы же, ребята, догадались, это, ну, немножко не самая сильная сторона Майка Родригеса. И таким образом в UFC он имеет рекорд 1 победа и 2 поражения. В общем, здесь коэффициенты мы видим, опять же, достаточно близкие. Примерно как в прошлом бою схожие. Местный спортсмен идет прям вот небольшим андердогом за 2, за 2,05 в среднем. Майк Родригес 1,8, 1,83. Андрюх, вот такой бой, опять же, по мнению букмекеров, достаточно близкий. Что ты думаешь? Знаешь, если б я предыдущий поединок не смотрел с фейспалом, потому что Майк Родригес там провелся не как Родригес, а как подливец. Блять, вот честное слово, это ужасный поединок был, просто абсолютно безвольный, неинтересный, тупой, с точки зрения геймплана, там, ну, абсолютно полное разочарование. Поэтому здесь говорить о его каких-то перспективах я точно не стану. Да, конечно, в стойке он очень неплохо себя проявляет, и Джанк, который проигрывал бой Хадису, это, ну, не, скажем так, не самый прям явный конкурент ему в стойке. Но при этом, как Майк дерется, с каким геймпланом и с каким умом, это, ну, дорогого стоит. Я, если честно, против кого угодно, не знаю, его поставили, там, я против Сиэмпанка все равно сомневался после такого поединка, что он сможет его одолеть. Но, тем не менее, если смотреть вот взвешенно просто на навыках, конечно, он лучше, конечно, он должен побеждать. Но, я не знаю, сможет ли он грамотно подойти с геймпланом к этому поединку. Если да, то у него все шансы, и он этот бой выиграет. Если нет, то, опять же, будет кататься на жопе и делать непонятно что, и в итоге проиграет решением. Я вижу этот бой так, и я думаю, что, ну, если он не совсем идиот, то он нужные выводы все-таки сделает. Да, да, собственно, ну, реально, после прошлого боя притапливать за Родригеса, ну, очень сложно, конечно. В целом, да, и я замечу, что, ну, мы с тобой говорили про Юнга еще в предыдущем подкасте, ну, к этому предыдущему ивенту. В основном, да, в основном он предпочитает в стойке драться, но бороться он умеет и периодически переводит своих соперников, работает с ними в партере, забивает, либо сабит. Я бы не сказал, что у него борьба на каком-то низком уровне. И, как мне кажется, здесь вполне возможно, что он будет именно борьбу свою применять против Майка Родригеса. Ну, это такой достаточно очевидный геймплан, скорее всего. Вот, в любом случае, кэфы близкие, и, как мне кажется, что-то здесь определенное, очень трудно сказать. В любом случае, я думаю, посмотрим просто этот бой, посмотрим, как его проведет Родригес в первую очередь, и там уже будем делать выводы. Ну, как мне кажется, если, опять же, ребята, вы рассматриваете для ставок этот бой, то делать этого не стоит, как мне, ну, по моему мнению. Перейдем к следующему бою, который, опять же, интересный и неоднозначный. Духу Чой будет встречаться с Чарльзом Журдейном. Духу Чой, ну, далеко не безызвестный боец. 14-3 его рекорд, ему 28 лет. И стоит понимать, да, что в UFC он начал все просто прекрасно, вот прям отлично. В 2014 году его подписали, три досрочные победы нокаутом и в первых раундах, но затем начались проблемы. Просто дикая рубка, просто замечательный бой, зрелищный с Кабом Свонсоном, который Духу Чой проиграл одиногласным решением. Собственно, не выступал год, здесь он был травмирован. Вернулся, встретился с Джереми Стивенцем. Ну, такое жесткое и тяжелое жесткое поражение нокаутом от Джереми Стивенца. И на данный момент у него простое уже два года. И сейчас он возвращается после простоя, после двух даже по факту простоев, да, после двух поражений таких достаточно жестких и тяжелых. И встречаться он будет с канадским спортсменом Чичарльзом Журденом. 9-2 его рекорд, ему 24, тоже, да, боец молодой. Я напомню, что в этом году вначале он дебютировал в организации UFC. До этого выступал он в организации ТКО, в местной канадской топовой организации. И пришел в UFC в качестве чемпиона в двух сразу весовых категориях. 145-155. UFC выступает в 155. Встретился с далеко не самым легким соперником для дебюта, с Дезмонтом Грином. И проиграл этот бой единогласным решением судей. Собственно, Грин его там и перебивал, и несколько тейкдаунов он провел. На данный момент мы видим следующие коэффициенты. Духучой 1,33. Час Журден, 3,5. Андрюх, как ты считаешь, кто в этом бою выиграет? И вот букмекеры правильно ли вот такой разброс сделали по кэффу? Да, у меня тут один только вопрос. Каким вернется Чойс Армейки? Потому что мы его видели в последний раз, когда Стивенс ему проломил чердак. И это достаточно жесткое поражение, которое может надломить многих бойцов. И после этого он отправился в армию достаточно надолго. И как он со всем этим справился, это большой вопрос. Чисто в ударной технике это, конечно, очень талантливый боец, который панчер, и при этом очень точный. И физически достаточно сильный, плюс общие габариты большие. Ну, если он вернулся в прежней форме, если он по-прежнему вынослив, хорош, то я не знаю, какие шансы могут быть у Чарльза. Да, он перспективный тоже, но все-таки, мне кажется, он не ровнее тому человеку, которого мы видели до его поражения Стивенсу, до его ухода в армию. Я думаю, что если Духу будет в хорошей форме, то он уверенно выиграет этот поединок, оправдав статус фаворита. Ну, а другой вариант я особо не хочу рассмотреть, потому что, ну, я не знаю, зачем думать о плохом. Я надеюсь, он вернется в хорошей форме. Ну, в любом случае, да, я замечу, что, ну, как бы замечу в очередной раз, просто повторю, что Журден очень неплохой боец. И в ТКО показывал, ну, такие весьма разносторонние выступления. То есть он совершенно универсальный, у него есть борьба, есть очень неплохая стойка и некоторые навыки в джиу-джитсу. Как я и сказал, да, для дебюта был у него сложный соперник, но даже по этому бою я могу сказать, что он очень был замотивирован. Он очень старался победить, но, к сожалению, этого не хватило. Ну, я это все лишь к тому говорю, что Духу Чой за 1,33 в любом случае, как мне кажется, интересен. Ну, как и все коэффициенты с такими цифрами, да, это приходится повторять в каждой записи, даже больше скажу, в каждом ролике отдельном. Ну, люди все равно продолжают ставить и по подкастам, и по своему желанию обвинять потом нас, что они поставили, что мы в этом виноваты. Ну, мне кажется, это бесполезно, но все-таки, если разумный человек увидит это, прочитает, то, я надеюсь, выводы необходимые сделает. Да, да, определенно. Ну, в любом случае, опять же, ребят, если есть у вас такое желание, да, куда-то Духу Чой пихать, имейте в виду, да, что после двух поражений идет боец, поражения тяжелые, после длительного простоя, поэтому здесь все-таки, я думаю, стоит просто посмотреть, и после этого, опять же, мы, может быть, уже сможем что-то сказать.